всем привет это школа вокалов фрайда school меня зовут константин и мы в классные клиники лорд центр и очень классный доктор это эмиль всем привет смотри эмиль твои перед перейдем вопросам потому что их очень много они интересны и смотри расскажи пожалуйста как вообще ты решил стать фониатором его вообще как шла учеба на самом деле если говорить в целом как становится фониатором то надо сказать что в россии это не отдельная специальность а идут от лор врачей то есть изначально естественно надо закончить медицинский вуз имеет высшее медицинское образование потом идешь учишься на лор врача от риноларинголога ординатура ну и потом уже если есть желание углубиться в область фониатрии то есть это та область которая занимается диагностикой профилактика лечением заболеваний голосового аппарата да они только отдельной гортани об этом наверное и соответственно учишься курсы они есть специально государством предусмотрены в нескольких учреждениях по всей стране но на самом деле как и практически в любой области наверное тут надо учиться каждый день потому что пациент от пациента многие разные практически все разные и если говорить про мой личный опыт то после окончания музыкальной школы я увлекался вокалом и в целом искусство ну занимался в хоре в детском хоре да ну а потом уже это дело так сказать на время забросил потому что надо было заниматься как мне тогда показалось очень серьезным делом что вокал это не серьезно ну ребенком был конечно но уже я сейчас понимаю что каждой области если заниматься надо заниматься серьезно вот и моя любовь к искусству еще проявляется тем что я сейчас учусь в МГУ на втором высшем искусствоведа поэтому вот медицина и искусство это в моей крови что называется класс смотри такой вопрос считаешь ли ты успешен в своем деле и как 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 считаешь то есть надо стремиться до имя дальше добиваться как я каких-то целей и какие заслуги ты бы выделил ну свои ну я должен сказать что конечно любой человек который хочет в своей профессии преуспеть то должен стремиться постоянно тем более в медицине когда информация изо дня в день может меняться что-то новое узнавать поэтому да конечно я стремлюсь и хочу успеть на все новости все так сказать новшества которые в нашей отрасли бывают а это не только сугубо медицинское но и исполнительское искусство то есть надо держать руку на пульсе и в вокальной жизни что называется вот а что касается успехи достижения на мой взгляд самое важное достижение любого врача это излеченные им пациенты благодарные пациенты вот и в этом плане я себя считаю вполне успешным и спасибо всем тем кто доверяет приходит и вылечивается смотри вот такой вопрос это конечно не такой вопрос как у друзья но сколько стоит твои услуги да да то есть какой прайс до твоих вот именно услуг но на самом деле зависит все от того если конкретно про меня говорить сейчас об этом тоже скажу но все зависит от того от опыта да вот так скажем квалификации врача мои услуги в плане консультирования и медицинской помощи ну начинаются от пяти тысяч рублей это считается индивидуальный фактор есть конечно потому что наша работа финиаторов включает также выезды на разные площадки и так далее то есть это определенные контракты с организаторами поэтому это не только сугубо внутри кабинета что-то ну естественно это хирургическое лечение в некоторых случаях я оперирующий фониатор и в таких случаях иногда бывает необходимость хирургически быстро и эффективно решить этот вопрос вот как отри скажи еще такой вопрос вообще расскажи какие еще были у тебя может быть интересные какие-то случаи да в своей вот именно практике ну интересно что было интересных случаев конечно немало да один из случаев который был относительно недавно могу сказать что вот я был четвертым доктором который нашел рыбью кость в боковой стенке глотки да да такая ситуация была когда пациент уже больше трех месяцев ходил по врачам и к сожалению из-за того что в анамнезе то есть анамнестически то есть когда спрашиваешь пациента и он тебе рассказывает чем это связь когда началось и так далее то есть сбор анамнеза это по термину называется он не отмечал что ел рыбу но оказывается он ел рыбный фарш был там да и маленькая косточка прямо практически еле-еле глазом видна была и его лечили и неврологи и гастроэнтерологи то есть думали что это кислотные забросы желудка это какой-то нервный срыв это уже успокоительные давали но удалось посмотреть удалось ввиду тщательного сбора анамнеза тоже этот момент выяснить и благополучно это мы его до этого вопрос решили многие много интересных случаев наверное вот такой интересный уже лично для меня в случае то что не связано непосредственно медициной но то что про голос мы сейчас скажем шоу голос то всем известны это у меня первое свидание с моей женой будущей вот у меня на шоу я там дежурил по работе надо было как фониатор и я позвал нас первое свидание было как раз за кулисами шоу голос вот такая вот интересная тоже такой вопрос правда ли это что голос является второстепенной функцией то есть то есть он не основной когда зачатка эволюции да сначала было допустим то есть что мы глотали да то есть именно пищеварение а голос это как второстепенная функция которая родилась в течение эволюции да да это очень хорошо что отметил потому что на самом деле об этом наверное мало кто говорит и думает и это чем важно знать потому что все важные функции то есть жизненно важные функции для организма когда мы говорим важные мы имеем ввиду именно со стороны биологии и физиологии это что это дышать есть извините ходить в туалет и размножаться да если на пальцах так грубо объяснить и пока человек жив биологический субъект жив то он всегда это хочет но во всяком случае спать и поесть да захочет есть спать есть поэтому эти функции отказывают самом конце когда уже человек умирает а самые тонкие функции они подвержены большему количеству фактора и следовательно я люблю называть что это вершина физиологической деятельности айсберга человека вокал и поэтому в природе по сути именно как такового вокала в художественном понимании в социальном понимании да не конечно не существует потому что это чисто сугубо человеческий род деятельности то что нам кажется птички поют или киты поют но это их речевая дата по сути не то что птичка сейчас поет а там разговаривает понимаете следовательно речевой голос он не так сильно страдает потому что опять таки если параллели провести с эволюцией эволюционная биология то для чего нужны вот именно голосовая функция речи для чего для того чтобы какой-то сигнал дать до сородичам что вот приближается какая-то опасность и так далее нашли пищу и так далее опять связано с какими-то базовыми потребностями животного в целом так сказать по всей природе а вокала это вот та тонкая функция которая и к сожалению страдает от на первый взгляд таких незначимых точнее не связанных функций как например это может быть нарушение пищеварения или эндокринная функция гормоны да иногда говорят вот щитовидка влияет на голос безусловно влияет но это не только из-за того что щитовидка находится рядом с гортани это из-за того что там вырабатываются гормоны у нас есть гормоны которые далеко далеко находятся источник их производства от гортани но напрямую влияет пример это значит соответственно половые функции период полового созревания ребенка да и таких параллелей можно провести много поэтому надо беречь голос на мой взгляд все таки не испытывать голос на прочность не курить это естественно да вот но если и пробовать испытывать на прочность то под наблюдением опытного педагога потому что самостоятельно можно себе навредить и зачастую даже доводить до операции смотри очень тоже классный вопрос тебе эмиль расскажи пожалуйста был ли у тебя вообще опыт срок певцами срок вот именно вокалистами вот опыт да конечно да таких таких пациентов я тоже принимал и принимаю надо сказать что у этого контингента товарищей больше форсированная манера голосовой нагрузки с вытекающими последствиями в виде пост нагрузочных ларингитов разного рода но безусловно это красивая и востребованная область вокального искусства и если провести правильную беседу с пациентом какие на что надо обращать внимание на профилактике ну и в первую очередь как мы уже сказали это под наблюдением педагога это может быть для кого-то там четыре пять занятий для кого-то четыре пять лет год да и вот и какие-то базовые знания уже есть которые помогут с физиологической точки зрения не во вред чтобы то чем человек собирается заниматься было не во вред не в тягость а в радость такой еще дополнительный вопрос вот как ты думаешь экстремальный вокал может быть может ли он существовать без чистого к ну ну то есть вот этот вот у меня такая такой пример был человек приходит и говорит а хочу обучаться экстремальный вокал но я не хочу петь ну это странно как-то ну то есть они и так то есть в экстремальном вокале эти голосовые азки всегда участвуют ну по сути то есть мы можем молчать и что и что нам издавать ну тут это знаете как можно вспомнить старый анекдот когда ну никого не обижаем но чукча да но это по старому да в советские времена это чукча приходит союз писателей и говорит я вот хочу стать писателем говорит а ты блока читал не читал ритмушкина читал не читал есенина не читал грит а чукча хочет стать писатель а не читатель поэтому если из этой точки зрения то конечно это будет неправильно потому что базовые знания должны быть обязательно и теоретически в том числе и да это обязательно никто не говорит что надо заканчивать консерваторию потом только идти учиться экстрем вокалу пожалуйста вы можете базовые знания опять возвращаясь к теме что для кого-то достаточно будет 4 5 интенсивных занятий такой маленький курс интенсив пройти кому-то надо подольше время надо для этого поэтому почему зачастую говорят академический вокал и так далее хвалят эту область и естественно говорят правильно кто хвалит почему потому что это наиболее физиологичный самый простой ну просто нет ну конечно не согласятся наши оперные и академические певцы простой непростой но более физиологичный в плане того что там ты при помощи академического вокала можешь правильно поставить голос намного легче безо без вредно для голосового аппарата и если художественный результат тебе не близок то пожалуйста это вот как говорится сейчас свободные времена то что хочет слышит но ты имеешь базовое образование по строению по функционированию голосового аппарата а потом уже на это накладывай пожалуйста свои новые знания и так далее но чтобы не получился как в этом анекдоте очень плохо что в россии очень мало педагогов обращают внимание на анатомию потому что это очень важный фактор то есть мы же не можем взять допустим свои голосовые связки в руки они по полностью лишены нервных окончания то есть мы не можем их чувствуем можем их слышать а чувствует ну никак да это правда про то что на анатомию физиологию не обращают внимание я в таких случаях знаете бывает вот на экране показываешь эндоскопический снимок и говорят фу что это такое ну пациент сам я говорю ну представляете что пианист открывает крышку рояля стейнвей мать и который несколько миллионов долларов стоит ну а горта не цельных вопрос не в этом так что стейнвей можно купить хоть 10 штук если средства позволяют а новую горта не купишь пока точно то есть наука до этого далека еще и соответственно если представляете открывает крышку рояль и говорит что это такое что струны кошмар какой да но это примерно так да смешно но примерно так звучит на во всяком случае для меня конечно и знать базовое строение анатомии физиологии это я считаю обязательно углубляться вот сейчас эта мышца замкнулась потом дуга и так далее такие нюансы они могут быть упущены но общее понимание функционирования голосового аппарата это обязательная база для любого вокалиста академического эстрадного джазового экстрим без разницы вот и исходя из того что вот практике я это встречал в прошлом году у меня курс был в конце года я вот планирую этот курс возобновить поэтому может быть ваши ребята тоже захотят было бы круто приобрести этот курс анатомии физиологии голоса гигиены голосового аппарата это прям реально классно смотри а какую-то вообще саму музыку при 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 читаешь то есть тяжелую более легкую ну зависит от настроения конечно да но всякая музыка до сказать по правде как тяжелый рок мне не очень близок но я считаю что в искусстве надо к чему как к чему-то прийти все таки то есть какие-то жизненные обстоятельства какие-то изменения определенные мировоззрения так далее они приводят человеку к тому или иному виду искусства ну чаще могу слушать легкий рок блюз джаз соул академический вокал люблю обожаю это симфоническую музыку не то есть и вокальную не вокальную да вот музыку люблю в целом ну искусство да это искусство то что делает человека человеком отчасти можно так сказать все таки потому что это облагораживает и украшает нашу и такой последний вопрос дай какие-то рекомендации общие просто людям чтобы они знали про филактики гола голосового аппарата для лиц которые профессионально пользуются своим голосом это и речевой и вокальный голос не только певцы желательно раз полгода наблюдать суфониатор потому что тот орган который эксплуатируется больше чем среднестатистического человека конечно требует внимания ну как один мой пациент сказал на т.о. я пришел а другие рекомендации это может быть звучит очень просто на самом деле здоровый нормальных сон и питания это залог здорового голоса вот и следить за питанием чтобы полноценная еда была и белок должен быть и микроэлементы должны присутствовать в нормальном количестве поэтому увлекаться например веганством и так далее ну можно но очень аккуратно потому что там надо тогда считать и калории и все микроэлементы белок и так далее то есть питанием тоже надо быть очень аккуратным в этом плане соблюдать режим голоса в плане того что знать свой оптимум знаю что например два часа тебе за день достаточно но если ты планируешь три часа заниматься то тогда это делать надо это дополнительно аккуратно да какой-то отдых совершенно верно надо делать перерыв и потом только заниматься дальше вот не испытывать свой голос на прочность прямом смысле этого слова но всегда стремиться если есть желание развивать голос под наблюдением опытного специалиста ну и потом уже можно самому но аккуратно то есть степ бай степ как ребят вот собственно вот и все спасибо эмилю за отличное интервью и вам спасибо скоро вы увидите у нас на канале поэтому всем пока удачи и до новых встреч и здорового голоса вот это очень важно всем пока а